Собаки накормлены, будки строятся. Журналисты телеканала «Ноябрь с 24» вновь побывали в службе отлова. Субсидируемых авиамаршрутов станет больше, а стоимость билетов снизится. Губернатор проанонсировал изменения. Открытие этнографического комплекса и дегустация ароматной каши. В ноябрьске впервые прошел фестиваль грибов и ягод. Собаки накормлены, бетонные полы в клетках засыпаны опилками. Неделю назад телеканал «Ноябрь с 24» рассказывал о проблемах в службе отлова. И вот спустя неделю наша съемочная группа вместе с волонтерами вновь побывала на промзоне. В каких условиях сейчас находятся животные, расскажет Евгений Адемина. Здесь будет вторая зона выгла, маленький вольер. Планируется еще дверь вот отсюда выведу, чтобы с вольеров выпускать животных, а не тоже на прогулку. На территории службы по отлову идут строительные работы. Оборудование второго вольера почти закончено. Но пока внутри него тоже стройка. Здесь собирают теплые клетки для животных, чтобы в морозы было где укрыться. Это будет будка. То есть она будет ставиться в вольер, будет закрываться стена. Будем делать второй этаж. Решен вопрос и с холодным бетонным покрытием в клетках. Его засыпали опилом. Уборка тоже происходит регулярно, уверяет предприниматель Иван Латышкин. Хоть и обходится, это весьма недешево. 10 мешков на 2 дня. 10 мешков на 2 дня. Один мешок сколько стоит? 60 рублей. 60 рублей мешок. А запасы будете как делать? Ну мы вот сейчас в понедельник едем на пилораму договорились. Мы это постоянно будем. Ну и главный вопрос. Как обстоят дела с питанием животных? Как бы отвечая на него, у входа в тарелках остывает каша с мясом. В котлах остатки еды из городских столовых. После нашего прошлого материала отдавать то, что не съели для бездомышей, вызвались сразу несколько школ и детских садов. Кашу мы готовим с дома, забираем, помогают нам со школ, с садиками. Сейчас в этом свете вообще прям помощи очень много. Конд очень нам помогает хорошо. Вот так. Живот в камеру, предъявите, пожалуйста. Ой, Господи. Покормленный, покормленный. Видно. Огромную поддержку на прошлой неделе службе отлова и волонтерам оказали горожане. Везли все. Одеяло, старые шубы, крупы, консервы и мясо. Сейчас в службе есть даже запас продуктов. В воскресенье, например, прямо при нас один из жителей Ноябрьска привез несколько пакетов сухого корма. Говорит, просто проезжал мимо. Залко, собак. Понимаем, что тут ситуация. Спасибо большое жителям нашего города, потому что помощь от жителей колоссальная. Помогали варить кашу, потому что каши нужно 150 литров в день. Привозили крупы, заморозку. Помогали всем, чем необходимо. На утепление вещи передавали. Благодаря жителям эту неделю все хорошо. Увиденным в службе отлова волонтеры остались довольны. Изменения налицо и даже сами животные, гораздо более активные и упитанные. Собаки, которых пришлось забрать в прошлые выходные, находятся на лечении. У них инфекции и истощение. Но сейчас состояние улучшается. Если дальше в том же духе, то будет все хорошо. И мы договорились о сотрудничестве. То есть, если какие-то проблемы возникают, чтобы нам сразу сообщали, мы будем подключаться. Продолжать в том же духе обещает и исполнитель контракта по отлову. И добавляет, еще лучше, если бы горожане не выбрасывали животных на улице. Это все собаки пойманы на улице. Их кто-то когда-то выкинул, кто-то когда-то... Ну, просто отказался от них. Поэтому я считаю, сейчас здесь 118 собак. 118 человек, придите, заберите. Сейчас в службе отлова 118 собак. И новые заявки из разных районов поступают ежедневно. А вот забирают животных, к сожалению, очень редко. Большинство из них остается в отлове. По условиям контракта их нужно содержать 180 дней. А дальше исполнитель вправе сам решать, оставлять их в живых и продолжать содержать уже за свой счет. Или нет. Евгения Демина, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. В фонде помощи животным просят тех, кто имеет такую возможность продолжать помогать. Условия муниципального контракта предполагают лишь самый минимум содержания и кормления по 500 граммов в сутки. Зимой этого недостаточно. Да и собакам часто требуются лекарства. А самим волонтерам всегда нужны свободные руки, помощь с приготовлением еды и доставкой вещей. В 12-й школе в одном из учебных классов вновь проблемы с потолком из-за сильных дождей протекла кровля. Проблемы начались еще перед началом учебного года. Родители учеников тогда сняли ржаво-желтые разводы, облупившуюся штукатурку на видео и отправили в редакцию ноябрь в 24. Прошло больше месяца, нам вновь прислали видео из этого класса. На новых кадрах видно, что проблема до сих пор не решена. По словам директора школы Ирины Рощупкиной, попытка сделать косметический ремонт была, но не увенчалась успехом. Дело в том, что кровля здания давно нуждается в капитальных работах. Их не было с 2007 года. Капремонт крыши запланирован уже на следующий год. Сейчас эту проблему очень сложно решить, потому что необходимо выполнить капитальный ремонт кровли. Поэтому то, что мы сейчас пытаемся там что-то где-то заделать, это проблему не решает. Поэтому я прошу набраться всех терпения. Никакой опасности для здоровья детей нет. Соответственно, мы продолжаем работать. И весной будут уже выполнены серьезные капитальные работы, именно кровли. В ноябрьске проверяют дома с печным и газовым оборудованием. В основном это деревяшки. Инспекторы будут проверять такие строения в течение всего октября. Практика показывает, что в каждом третьем деревянном доме есть нарушения с отопительным оборудованием. В основном инспекторы смотрят на исправность вентиляции и дымоходов, наличие огнетушителей и отсутствие незамазанных трещин на печах. Цель надзорных органов не наказать, а вовремя выявить нарушения и указать на них собственникам домов. То есть, смотрите, огнетушитель, порядок пользования. Срываем мы пломбу, выдергиваем чеку. Вот мы ее выдернули вот так вот. У вас там еще есть. Направили, направили. Такого плана у нас происходит возгорание. Мы направляем. Найте сами. Сорвали пломбу, выдернули чеку, направили. Еще до конца. Все, порядок пользования вам известно. Собственник своего строения при указании на нарушения, он заинтересованный их устранить. И процентам, 90 процентов он устраняет. То есть, многим нужен просто такого плана напомнить о том, что имеется нарушение и их необходимо устранить. Губернатор пообещал оставить без работы дорожников, которые кладут асфальт на снег. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Инстаграм. Дмитрию Артихову поступило обращение от жителя Ноябрьска, который пожаловался на качество дорожного полотна в городе. По его словам, причина – нарушение технологии при укладке асфальта. Его кладут на снег. Глава региона подчеркнул, что сотрудники и компании, которые будут замечены в подобных нарушениях, больше работать не будут. Губернатор попросил не замалчивать такие факты, а сообщать о каждом аналогичном случае. Прямая трансляция с Дмитрием Артиховым прошла в субботу, 5 октября, в аккаунте главы региона в Инстаграм. До начала трансляции было прислано больше 2000 вопросов и комментариев. Общение с населением длилось чуть больше часа. В следующем году на Ямале появится больше субсидируемых авиамаршрутов, а стоимость билетов снизится. Правда, коснется снижения цены не всех, а только основных направлений. Об этом также шла речь во время онлайн-трансляции. Губернатор при этом не уточнил, о каких конкретно направлениях идет речь. Окончательный вопрос должен решиться в октябре-ноябре. Дмитрий Артихов также заверил, что программа льготных перелетов для многодетных семей станет постоянной. И на Ямале дети из многодетных семей раз в год смогут пользоваться льготными перелетами туда и обратно по целому ряду направлений. Стоимость билета фиксирована в одну сторону 2500 рублей. Для покупки билетов никаких справок собирать не нужно и обращаться никуда не приходится. Внести данные и оплатить перелет можно на сайте авиакомпании Ямал. Больше 10 компаний-подрядчиков «Газпромнефть» на образнефтегаза собрались на Ятыпуровском месторождении. Встреча прошла в рамках обмена лучшими практиками среди подрядных организаций. Ее задача – внедрение единых требований к безопасности всеми участниками производственного процесса. Ранее аналитики «Газпромнефти» собрали данные об инцидентах за 10 лет. Итог – готовый ряд правил, которые помогут избежать непредвиденных ситуаций при выполнении работ. Система постоянно совершенствуется и теперь она доступна не только сотрудникам «Ноябрьского нефтегаза», но и всем компаниям-партнерам. Также организаторы провели экскурсию на цифровую буровую установку. Сегодня она является одной из самых высокотехнологичных в Западной Сибири. Проект «Каркас безопасности» направлен на то, чтобы напомнить человеку, что те, написанные уже чьей-то кровью, требования, норм и правил, они обязательны для исполнения. В первую очередь для того, чтобы человек, придя на работу, отработав, живым и здоровым, вернулся домой, в свою семью. В ночь суббота на воскресенье в Ноябрьске произошел пожар. В пятом часу утра огонь разгорелся в жилой двухэтажке на Шевченко-169. В подъезде на первом этаже вспыхнуло кресло. Пламя перебросилось на оборудование интернет-провайдера, расплавилась проводка. Дальше огонь распространиться не успел, помог счастливый случай. В этот момент мимо дома проходил молодой человек. Увидел, что из окна идет дым и не растерялся. Стал будить людей и вызвал пожарных. Прибытию огнеборцев, а они приехали через 4 минуты, пламя жильцы уже потушили. Имя героя пока неизвестно. В суматохе люди не спросили, как его зовут. Мы проснулись от того, что кричал молодой человек, просыпайтесь, горит дом. Вы все сгорите, выходите. Вот я выглянула в окно, увидела дым. Выбежала сначала с телефоном, думала, может быть, пожарных нужно вызвать. Он сказал, пожарные вызвы, уже вызвали пожарных, выходите. Я зашла домой, разбудила детей, сделала документы, и мы в экстренном порядке вышли из дома. Что-то знаете про этого парня, нет? Нет, к сожалению, нет. Спасибо ему за бдительность. Причину пожара, а также виновное лицо сейчас устанавливают дознаватели о других чрезвычайных происшествиях и преступлениях, совершенных в городе и регионе, смотрите сразу после выпуска новостей в рубрике «Происшествия». На Ямале начался второй этап конкурса «Народный участковый». В течение сентября ямальцы выбирали лучших из 16 претендентов. В итоге в финал регионального конкурса вышли 11 полицейских. Среди них и старший лейтенант из Ноябрьска Роман Безгодов. Он борется за звание народного уже второй год подряд. Отдать свой голос за него можно на сайте окружного МВД. Там же можно узнать всю информацию о конкурсантах. Голоса принимаются до 16 октября. Победитель онлайн-голосования представит Ямал уже на всероссийском уровне. Открытие этнографического комплекса, мастер-класса, выставка-ярмарка и дегустация ароматной каши. В Центре духовно-нравственного воспитания прошел первый городской фестиваль грибов и ягод «Лесфест». На гастрономическом празднике побывала моя коллега Оксана Зайчакова. Ей слово. Жизнь полна фантастических и совершенно невероятных чудес. И иногда сказочные легенды оживают. Особенно для тех, кто в них искренне верит. Давным-давно в Каменной печере на берегу Полярного Урала жила девушка из древнего народа. Она была настолько прекрасна, что однажды в нее влюбился великан. Он украл красавицу и вез к себе на озеро Ханто, где она живет до сих пор. Так звучит легенда нового туристического бренда города – ноябрьской снегурочки Сарни. Сегодня она покровительница этнографического уголка Сера Сеф. Его открытие состоялось в рамках фестиваля «Лесфест». На берегу Ханто установили чум, лабаз, хозяйственную постройку и настоящие нарты. Во время фестиваля в уютном жилище можно было выпить чай и побольше узнать о традициях коренных народов. В будущем здесь будут проводить экскурсии для всех желающих. У нас будет работать чум-работница, которая будет проводить экскурсии. И непосредственно квесты для школьников, для жителей города. То есть можете позвонить по телефону 32-42-72 и записаться уже на экскурсию в наш чум. Для гостей праздника в течение всего дня работали площадки с мастер-классами. Местные мастера обучали изготавливать традиционные куклы немцев и создавать сувениры на основе природных материалов. Это очень хорошо отражает идею данного фестиваля. То есть вот этот фестиваль грибов-ягод, что-то осеннее, что-то такое традиционное, связанное с жителями, народами севера. А кульминацией всего фестиваля стала дегустация гречневой каши с грибами. Она приготовлена по фирменному рецепту первопроходцев. Детали организаторы раскрывать не стали, но признались. Главный секрет в натуральности продуктов и в том, что готовится блюдо с любовью. Не просто вкусное, очень вкусное. Вот все девочки мои подтвердят. Я вообще гречку не люблю, а вот знаете, какая вкусная каша. В течение всего дня работала выставка-ярмарка, на которой жители могли приобрести ягоды и грибы, а затем уже дома повторить рецепт полюбившейся каши. Оксана Зачукова, Наиль Нафиков, Ноябрьск, 24. В Лабутнанге в эти выходные выпал снег. Социальные сети заполнили фото и видео заснеженных улиц. Горожане отмечают, что для первой недели октября явление-то весьма обычное. И снег, скорее всего, уже не растает. Что касается нашего города, то на этой неделе синоптики прогнозируют дневные температуры выше нуля. А осадки в виде снега придут в Ноябрьск в следующее воскресенье. Еще больше новостей на сайте Ноябрьск, 24 и в официальных группах телеканала в социальных сетях.